Они заполонили все соцсети, они прикладывают фальшивые деньги с места на место и как-то странно используют эти самые деньги. При этом с каждым днем их становится все больше. Но кто же их породил? Сергей Косенко? А вот нет, их породил некий Anarch Dreams, который собственно и сегодняшнего Косенко породил. Привет подруги и друзья, как у вас дела? У меня отлично. Давайте сегодня разберемся, кто же такой этот Anarch Dreams, папа всех перекладывателей, куча фальшивых долларов в соцсетях. А пока я хочу попросить вас поставить лайк этому ролику и подписаться на канал. Давайте поскорее соберем здесь 162 тысячи подписчиков. И для этого нужно подписаться прямо сейчас. Ведь именно это действие отправит видео в рекомендации. И его сможет увидеть как можно больше человек. Поэтому пока я мною антистресс, вы ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И мы начинаем. Тот самый. Тот самый. Тот самый. Телек-телек. Началось все странно. Так, я зачем-то листал свои архивы. То, что наскринил про блогеров еще 5 лет назад. И самым первым скрином про блогеров у меня оказался гиф Димы Масленникова, который тогда ему проводил Сергей Косенко. Привет всем, меня зовут Дим Масленников, я видеоблогер. И я провожу свой первый в истории именной giveaway. Организаторы конкурса это Косенко Медиатим. Да, это мои первые оклаблогерские скрины. До этого у меня были только фотографии из аптеки. Те, кто прямо сейчас заплатит 300 тысяч рублей за наши гивы, оптом купит 300 тысяч подписчиков, вы получите съемку на моем ютуб канале. И вот на этих скринах сегодня зацепил мое внимание некий Анар Мамедов, который в марте 19-го года уже был спонсором Гива Масленникова. И да, это наш сегодняшний Анар Дримс, у которого уже в 19-м году были деньги на покупку Гива у довольно крупного блогера. Осталось только понять, где же Анар эти деньги заработал. Вот, 69208, я поздравляю первого победителя, это бази 927, братан, братюня. Ведь в 16-м году Анар работал еще в банке, а в августе 18-го он уже дружил с Гусейном Гасановым и капером Динатом Гумеровым. То есть получается, что Анар Мамедов и Динар Гумеров земели, то есть из одного города. И когда Динар стал работать с Гусейном Гасановым, то и Анар туда быстро подтянулся. Ты прошел курсы блогеров и я тебе желаю успехов. Теперь все зависит от тебя. Делай круто. Буду разносить просто Инстаграм, просто взрывать его буду. Я тебя догоню, я тебе обещаю. То есть Анар прошел некое обучение блогерству у Гусейна Гасанова, даже пообещал его догнать по числу подписчиков. Затем Жанар помогал Гусейну развивать профиль в ТикТоке и помогал, цитата, по разным аспектам. Короче, сделал ты ТикТок Гусейну, начал его вести. Да, потом там уже по разным аспектам, самым разным направлениям, то есть уже по всему в итоге я много где помогал. Да, окей, все стало в целом нормально. Я же просто напомню, что Динат Гумеров был бизнес-партнером Гусейна Гасанова по мошенническим ставочным проектам. Это когда Гусейн приливал Динату свою аудиторию, а Гумеров уже вытряхивал из карманов этих людей все деньги. Вторая машина? Бро, тебе не нужна вторая машина. Ребят, вот что я придумал. Просто подпишись на Дината, вот его ссылка. Завтра в прямом эфире я буду присутствовать, все будет максимально честно, вы знаете. И могу ли я предположить, что работник банка Анармамедов мог как-то помочь Гусейну и Динату заводить карты на дропов и выводить через них деньги? Я до этого занимался, я помогал Гусейну Гасанову. Знаете, когда у него было примерно 15 миллионов подписчиков, так сказать, я появился и примерно в районе двух лет мы проработали. Но так или иначе, примерно с 18-го года Анармамедов находился в компании друзей Гусейна Гасанова. И они вместе активно отдыхали. Я как блогер на ютубе уже абсолютно серьезно рассматриваю вопрос о поиске другой работы, смене вида деятельности или хотя бы о дополнительном заработке. Поэтому я прошел бесплатный профориентационный курс от Skillbox, чтобы определить свой дальнейший профессиональный путь с учетом личных интересов и жизненных обстоятельств. В начале этого курса идет профориентационный тест, по результатам которого каждый может получить подборку из четырех профессий. Например, у меня это копирайтер и сценарист, что очень пересекается с работой блогера, а также маркетолог-аналитик и 1С-аналитик, что уже от блогерства подальше. Все профессии в данном тесте распределены по модулям в соответствии со следующими направлениями. Программирование, дизайн, маркетинг, управление, аналитика, игры, кино и музыка. А определить, что из этого нравится вам, больше всего помогут практические задания. Ведь в курсе вас ждут видео и интерактивные статьи о профессиях. А параллельно с изучением материалов вы сможете задавать вопросы профориентологу в чате. То есть это полноценный бесплатный курс по профессиональному самоопределению для взрослых, который поможет вам решиться на перемены и осознанно выбрать новую профессию. Так при прохождении курса вы будете заполнять рабочую тетрадь, которая поможет вам совместить результаты теста, личные критерии, ощущения от заданий и найти свою профессию. Весь курс можно пройти за 3-4 часа. То есть видео можно смотреть по вечерам после работы или изучить все материалы сразу за выходной. В конце курса вам расскажут, как работать с сомнениями и убеждениями, которые мешают сделать первый шаг и начать действовать. Поэтому не тратьте время на нелюбимую работу, начните менять жизнь к лучшему уже сейчас вместе со Skillbox. Этот курс полностью бесплатный и будет доступен в вашем личном кабинете всегда. А еще вы получите скидку в 60% на покупку любого курса. Все ссылки будут в описании или переходите по QR-коду, который видите на экране. Не упустите возможность, записывайтесь на курс. При этом, возможно, вы слышали, что недавно Гусейн Гасанов погасил все свои задолженности по налогам. А там было что-то между 150 и 300 миллионами рублей. Я в принципе не понимаю, откуда у Гусейна такие заработки, если там только налогов на какие-то огромные суммы. Так пишут, что 153 миллиона рублей неуплаченных налогов. Это только предварительная оценка ущерба, который нанес бюджету Гусейн и его окружение. И речь идет только о доходах с курса Гасанова «Мышление миллионера», продажи которого шли на счета разных людей из окружения Гусейна. И одним из этих людей и был Анар Дримс. Банда! Я открываю запись на первый поток моего курса «Мышление миллионера». Обучение построено по моей личной методике, которую я создавал 7 лет. Свайпой! Также стало известно, что в Самаре отец Анара служил полицейским, и ему сигнализировали о любых проверках в отношении сына. В результате Эмиль Мамедов отец уволился по собственному желанию. Ведь оказалось, что когда он управлял спецприемником для мигрантов в Тольятти, то мог быть причастен к незаконной миграции. И как я понял, Анар, как сотрудник банка с папой полицейским, был очень нужен в качестве друга, помогающего развивать тикток Гусейну Гасанову. При этом сам Анар Дримс уже давно не въезжает на территорию России. Думаю, что пока расследования по Гусейну не завершат, то и Анар сюда не въедет. А еще, возможно, вы помните, как ранее Гусейн Гасанов выбирал, с кем бы ему сделать большой инфо-цыганский проект. С Косенко или с Аязом Шабуддиновым? Банда! Важная новость! Скоро будет самый масштабный розыгрыш в истории соцсетей. В итоге Гусейн тогда выбрал Аяза. Возможно, даже что произошло это из-за Анара, которого сегодня копирует Косенко. Ведь ранее Анар был прихвостнем и дропом Гусейна Гасанова, а теперь стал учителем Косенко. Кстати, я сейчас публикую в Телеграме много постов про наших любимых блогеров, и чуть меньше про себя и свою работу в аптеке. Например, если вы хотите узнать, какие несуществующие диагнозы врач поставил Лерчику, или как я на днях съездил в город, в котором учился в медицинском вузе, то подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Вообще, весь контент Анара сегодня – это бесконечное перекладывание фальшивых денег из одного угла комнаты в другой угол. Мы первые, то есть, больше никто в мире это. То есть, вы что сделали? Вы распечатали... Не-не-не, я просто нашел место, где, ну, продают эти, билеты Банка Прикола. Зачем печатать? Ничего не печатал. Это стоит супердешево. Вы нашли, ну, просто, короче, вы купили Банк Приколов, вот эти купюры. Да, я купил Банк Прикола. Типа огромные. Сколько там их было? Я их постепенно покупал, не сразу купил всю эту кучу. Я сначала купил всего там на, там, тысяч пять рублей, да, то есть немного. Я начал с этим снимать. Что-то будет сейчас, посмотрим, еще чуть-чуть больше купил. И так, я почти тут за год у меня там накопилось пипец сколько денег. Именно этот формат роликов у Анара и скопировал Косенко. А уже за Косенко это повторила половина русскоязычного Нельзя Грама. И если два года назад в подкасте Косенко Анар ведет себя естественно, то в более свежем подкасте Анар уже нарядился в яркую пижаму и стал кем-то вроде проповедника или философа. Это безвозмездная любовь воды ко всему, что происходит. Почва. Почва дает нам пищу. Мы ее едим, выкидываем назад. Она впитывает и заново дает нам вкусную пищу. При этом Анар уверяет, что познакомился с творчеством проповедника Садхгуру. И оно ему очень понравилось. Я очень много искал всякой информации в ютубе. Много ответов искал. И наткнулся на Садхгуру. Начал много слушать Садхгуру. Мне его мысли очень подходили. А Виктория Бонни вовсе считает, что Анар пробудился. Вижу, когда у людей происходит временное пробуждение, назовем его так. То есть оно происходит, я это вижу, я вижу, какой взгляд у человека. И потом медицина показывает, как можно, а потом человек снова возвращается в такую прежнюю форму. То увидев тебя неделю назад, после вот этих практик, о которых мы поговорим позже, я поняла, что я не видела раньше пробужденных людей, которые оставались в этом процессе и в, скажем так, вот в этой матрице нашей жизни. А я же думаю, что тут все намного проще. И Анар, увидев популярность и заработки Садхгуру, решил скопировать его модель поведения и монетизации. Но вы не поверите, это Сергей Косенко также скопировал у Анара. И теперь уже Косенко в яркой пижаме сидит в кадре и говорит, что когда он смотрит на птицу, он становится птицей. Возникает чувство предрасположенности к этой мысли. Хочется чаю. Да, мысль, чай. Хочется чаю. Хочется. Вот внутреннее желание возникает. А мне уже страшно от осознания того, что скоро половина русскоязычного нильзиограмма также наденут яркие пижамы и станут проповедниками. Когда я кушаю, я сам вкус в этот момент. Я проявляю себе вкус. При этом в одном из подкастов Косенко рассказал, что Анар со своими миллионными просмотров в ТикТоке, где он перекладывает фальшивые деньги, вообще ничего не может заработать. Так как его аудитория ничего не покупает, а наоборот просит денег у Мамедова. Но Косенко тогда сказал Анару, что вот он-то точно знает, что здесь можно продать. Поэтому Косенко стал снимать рилсы с фальшивыми долларами, набрал аудиторию ботов и индийцев, заявил, что теперь он международная знаменитость и стал продавать русскоязычным инфоцыганам курс по рилсам. А Анар презентовал как одного из самых популярных тиктокеров в мире. И после этого Мамедов начал продавать русскоязычным инфоцыганам консультации по блогерству за 10 миллионов рублей. Например, такую консультацию у него купила Мария Афонина, которая, видимо, думала, что Анар поможет ей стать популярной за рубежом. У него уже такой масштаб, что он скоро улетит в космос, и его за деньги купить будет абсолютно нельзя. Я села к Анару и сказала привет, он говорит, чего ты хочешь? Я говорю, знаешь, я чувствовала в своей жизни, что была реализована на 10 из 10, и я хочу снова чувствовать это. Я чувствую, что я не дожимаю, что я не реализована до конца. Он посмотрел на меня глазами очень любящими, очень, очень добрыми, и сказал, знаешь, ты всегда в любой момент своей жизни реализована на 10 из 10. В этот момент я считаю, что я уже все купила. В итоге же Афонина после этих консультаций некоторое время тоже говорила как проповедник и снимала рилсы с фальшивыми долларами. Правда, она это быстро делать перестала. Надеюсь, что потраченный 10 миллионов на такие глупости попросила вернуть обратно. Кстати, подкаст Марии Афониной после консультации у Анара мы с вами смотрели на Бусти. Причем этот подкаст с Ютуба затем удалили, затем вернули, вырезав оттуда примерно 40 минут материала. А у меня на Бусти он лежит в первозданном виде, еще и с моей реакцией. Так что подписывайтесь на Бусти, ссылка будет в описании. Анар Мамедов некоторое время уверял, что занимается маркетингом какой-то блокчейн-платформы. Ты заработал 500 тысяч долларов за последние полгода. Как я понимаю, что мы сейчас находимся где? В офисе? Помимо того, что там амбассадор и так далее, я занимаюсь маркетингом. Правда, очень быстро Мамедов перестал про это рассказывать. Подозреваю, что и денег ему за аудиторию ботов и индийцев владельцы этого блокчейна не заплатили. Еще у Анара есть канал на Ютубе с подкастами, куда он зовет разных мракобесов и инфо-цыган. И просмотры там даже лучше, чем на канале Косенко. По крайней мере, подкасты с наставниками наставников собрали просмотры лучше, чем у Косенко. И я абсолютно уверен, что участие в своих подкастах Анар также продает. Короче, немного погрузил я у тебя свои проекты. Еще Анар заявлял, что у него была коллаборация с самым популярным тиктокером в мире. Я хочу коллаборацию с Хаби Уэймом, самым популярным тиктокером в мире. И я понимаю, мне приходит в голову мысль, просто повтори то, что он делает. Я снимаю два видео. Эти два видео друг за другом набирают 110 миллионов и 80 миллионов просмотров. Через неделю он выкладывает со мной коллаборацию. Я даже не связывался. В каком смысле коллаборацию с тобой выкладывался? Со мной видео он ответил в своем тиктоке на мое видео. В итоге же Анар выложил у себя два видео с отметкой данного тиктокера. А тот через некоторое время использовал видео Анара для своего нового тиктока. Странно, почему Мамедов это называет коллаборацией. Ведь любой из вас может использовать мое видео для своего тиктока или рилса. Но это будет не совсем коллаборация. Сейчас же основной бизнес Анара это его платный телеграм-канал. Под названием Сознание Анара Дримс. И вы не поверите, но Анар скопировал идею такого телеграм-канала у Арсена Маркариана. И по традиции недавно уже и Сергей Косенко сделал себе такой же платный телеграм. Я создаю канал по подписке, который будет стоить 15 долларов в месяц. 1500 рублей в месяц, даже меньше. Это как, не знаю, три чашки кофе в кофемате. Это канал, в котором я буду выгружать свои мысли, проводить эфиры, делиться всем, что у меня есть. Канал я решил назвать Вселенная Косенко. При этом Анар общался с Иваном Лимаревым, а сейчас этот Лимарев очень хорошо дружит с Арсеном Маркарианом. И у них там все переплетено. При этом участие в телеграм-канале Анара стоит 15 долларов в месяц. И там работает реферальная сетевая модель, когда ты по своим ссылкам приводишь новых подписчиков и получаешь до 50% от потраченной ими суммы. Я, кстати, забыл тебе рассказать, закрытому телеграм-каналу уже 2 месяца. Вчера стукнуло, прикинь, 2 месяца я уже веду закрытый телеграм-канал. Там 3,5 тысячи человек, фантастика. И если Анар не врет, то на данный момент в его канале 3,5 тысячи платных участников. То есть это примерно 52 тысячи долларов в месяц. 1-2 августа это всегда день зарплаты. Сразу так, 1020-30 долларов сходу туда-сюда разлетаются. И я подозреваю, что здесь под зарплатами Анар подразумевает выплаты партнерам по реферальной программе в его телеграме. При этом продавать канал своим партнерам Анар Дримс советуют так. Нужно сначала отсматривать его многочасовые видео, искать там интересные моменты, нарезать их на рилсы, публиковать это в своих соцсетях и оставлять там свои партнерские ссылки. И вот если по ним кто-то купит, то вы получите свой процент. Поэтому партнеры Анара уверяют, что при покупке доступа в его телеграм-канал у людей проходит даже депрессия. А вообще работа нарезчиков на самом деле стоит недешево. То есть если вам нужно не просто смонтировать рилс, а сначала отсмотреть часы материала, затем оттуда вырезать что-то интересное, то за такое блогеры платят много. Тут же нужно сначала все сделать бесплатно, а потом надеяться, что по вашим ссылкам у Анара кто-то что-то купит. И вот получается, что работник банка сначала подружился с Гусейном Гасановым, затем поучаствовал в его схемах Абнала, после этого стал снимать тиктоки с фальшивыми долларами, подружился уже с Косенко, и после этого многие наши инфо-цыгане скопировали его идею по раскидыванию в кадре фальшивых долларов. А ведь и правда взмах крыла бабочки на одном конце земного шара может вызвать ураган на другом. В общем, расскажите в комментариях все, что вы об этом думаете. Посмотрите также вот эти видео, подписывайтесь на канал и всем пока. Тот самый, тот самый, тот самый Телек Телек.